приветствую друзья на канале кухня аборигена сегодня у нас мясной день ребята смотрите вот это у нас сегодня радостный день сегодня мы будем резать говядину сейчас мы займемся сначала печеночкой погодка у нас вот красота классно обалденная погода миска все как надо первым делом первым делом печеночка ребята печеночка 3 килограмма я взял ребят смотрите какая печень огромная здоровая трешка вот это печень так печень режем ее на 4 части уже даже на 5 смотрим да я думаю на 4 части будет нормально такие вот кусочки это пол печени друзья пол печени свежая печеночка классная обалденная слов нету вообще как бы мясо заготавливать надо обязательно друзья раз одну минуту пленка у меня все как есть живем в деревне три ножа у меня тут японец якут еще один японец люблю ножики всякие разные печеночка были добряча добряча такую в магазине не купишь ребят сто процентов такие не продаются в магазине печенки коровки бегали недавно по лугам по лесам здесь травку ели хорошую тут машины практически не ездит это нормально печенка пожарим свеженькую сейчас пока поморозим ее свежую не буду подморозим а потом уже будем делать печеночку давно я мясо столько не видел с 90-х годов я работал на стройке и занимался рубкой мяса у замороженного не свежего мяско хорошее то есть она желатинка правильно забита низко повисела вечерок кровь с него стекла кровь собирают тоже делаю с нее там всякие колбаски но я как бы не стал вот и так нормально считай сколько денег отдал за такой вкусман вот ребята тут три килограмма три килограмма отличнейшей печеночки отлично так я сейчас оставлю вас на пару секунд ребята быстренько скидываю в морозилочку и возвращаюсь в морозилочку вы пока наслаждайтесь природой видами ну а виды у нас обалденные здесь вид воздух такой свежий прямо жить хочется вообще красота отлично так что продолжаем дальше ребята будем сейчас резать мясо мяско резать будем хаотично хорошо так заворачиваем рукой во определяемся чем у нас тут костяхами о мясо здорово и ляха отлично отлично говяжка прям хорошо ребята вот это мясо вот кусок блин я не знаю наверное килограмм может 87 все нарежем вот это мясо красота шкурку наверно свежим как у рыбы не получится шкурки можно собакам нормально вот это шмат и все сразу запаковываем его в пленочку здесь килограммчик может примерно делаю небольшими кусочками чтобы удобно было достал два так два один так один порезал все отлично так шкурки у нас отдельно тазик с килограммчик будет наверно шкурок так жилка не это мы оставим это хорошее мишка откуда-то появилось вообще не знаю отлично вот это мисок кусок 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 гости пришли блин как рыбу не получится зафилировать кусочки мяса чтобы вытащить так чуть-чуть остается шкурка что делать вариантов нет так ну чё я думаю вот это вот что это у нас тут сухожилия жир это жир звук оставим я думаю этот кусочек тоже можно оставить блин вот пленка уже некуда котейка пришел к иди сюда заготовка магазин кто последний раз ковать говядину брал какая она вкусная нет полная п понятно чем кормлена здесь хорошее отличное да если иди сюда иди не хочешь вот котейка так ребята шкурка еще надо шкурку отделять она как бы это не нужна аккуратненько сейчас по пленочке срежем нормально вообще смотрите ребята вот это вот вот это мясо разрезаешь я вот магазин прихожу постоянно жилы какие-то это тут смотрите прям вот она родная прям вот он брусочек прям берешь тык 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 даже слов не знаю таких подобрать какие только можно блюда делать с такой говядинки тушенку можно делать я вот не знаю надо будет автоклав туда уже брать попробовать тушенку делать что куда 31 килограмм но пускай мясо будет где-то килограмм 25 косточки мы это заморозим проморозим хорошенечко мяско у нас было добрым будет отлично не забывайте подписываться друзья на канал кухня аборигена барин мяско конечно добро рыбалка у нас сегодня конечно не это отменяется вариантов нет надо обязательно заняться мясом но сегодня я еще собираюсь планирую заняться щучьей икрой там у меня пару дней назад щуку поймал и икорка лежит надо доделать и икряночку ну осенняя щучья икра конечно не очень ну она вкусная но она мелковатая тут вариантов нет красавчик я тут как бы режу хаотично без разницы что там как кому скажут а режет не так не так я делаю для себя просто порезал замотал все буду есть тушенку бифштексы там какие-нибудь бифстроган или что там получится казани шашлыки сделать говядины можно отличные все можно сделать мисков красава так сейчас надо вот это вот срезать аккуратно со шкурки мисков и будет хорошо нормальный кусочек мелкий так здесь еще немножко срежем это на фарш можно оставить кусочки классные собакам сварить тоже все равно мясо уходит нормально тоненький кус мальчик мясо отходов совсем практически нет не хочет есть кошак рыбу ждет рыбу ждешь так ребята еще отрежем главное пальцы не отрезать так у нас тут происходит разделка мясо аккуратненько шкурку отлично погодка сегодня прям вообще аж это аж солнце пекет спину но все равно одеваться надо тепло вариантов нет кусочки мяса все на кухне аборигена уже такая горка но я думаю на зиму хватит нормально будет мясо косточка большая тут здоровая масса логина крупная обрезать надо все низко по-любому масса лыжки порубим муха масса лыжки порубим потом будем варить борщи тут борщей можно полгода варить с такими маслами нормальными мясо просто прелесть ребята варить варить Хороший кусочек. Добрый. Так. Здесь надо шкуру снять. Обязательно. Шкура. Она такая. Кожа. Жесткая. Снимаем. Потом порубим шкурку, собакам будем варить Тоже не жалко, там чуть-чуть мяса остается, надо хоть думать Можно, конечно, в идеале тут поотрезать до микро-микро-микро Хороша миска, хороша Хороша миска Вот тут 3 грамма, потом разберемся Так Собачкам нам кусочки нормальные, хорошие, добрые кусочки гряшенки Сейчас, ребята, вырублю кармеру, буду доделывать и уже покажу, как все сделал Сколько можно тут стоять, как говорится, возле плиты с ним Режу, дорежу, одно и то же Как доделаю, покажу, какая костяха осталась Не переключайтесь обязательно, ребята Кто переключится, пролетит вот такие вот кусочки мяса Обалденные Масалыга, здоровая Пропустите самое интересное Масел, посмотрим какой Вообще, как бы, по идее, пилить Не знаю, сейчас Все сделаем, я вам покажу Отходы вот небольшие Тут уже где-то килограммчик есть Шкурки, ну как отходы Их обязательно Младшим братьям, собачкам Кашку сварить, добавить Говяжки, мясо Шкурка такая, вот, тоненькая Чуть-чуть миску оставляю Чтобы собачек кормить Так, не переключайтесь, ребята Все интересное еще впереди И погодка у нас просто прелесть Обалдеть Друзья, все разделал, разрезал Уже одну партию унес Вот такая еще гора лежит, мясо И две вот таких здоровеньких массолышки Я сейчас рубану их На несколько частей И из них мы будем варить борщец Вот это будет настоящий борщ Не то, что мы до этого готовили Там на свиных костях Вот А это у нас как бы, ну, типа отходы Вот Здесь как бы шкурки всякие Обрезочки Все остальное Обвалка Вот, кстати, из этого делают колбасу в магазине Это, я уверен, 99,9% Вот Так что не покупайте колбасу в магазине Это у нас собачки будут кушать Сварим все Так, ну что, друзья, все На этом Заканчиваем видео Спина уже трещит, капец Погодка у нас обалденная Солнышко светит Птички летают Собачки мои Грызут Костяшки уже А мы пойдем Продолжать дальше Ну и сегодня еще нужно будет Щучью икру посолить Но это уже будет в следующем видео Подписывайтесь на канал Кухня Боригена, друзья Всем приятного аппетита Всем удачи Здоровья И добра Это, друзья, саповой набор Косточки я порубил Вон он Мозг А это сахарная косточка Вот, ребята, смотрите Вот это вот мозг Внутренний Костный мозг Здесь тоже чуть-чуть есть Это будет борщ Вкусный борщ Много-много казанов Здесь литров на 50 Все, друзья Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok